Эта история произошла с местным жителем по имени Анатолий. Он проживал в небольшой деревушке, окруженной густым лесом и реками, где обитало множество различных видов животных-рыбы, медведи, волки и другие. Анатолий был обычным человеком с простой жизненной философией. Его дни проходили спокойно и размеренно, в основном свободное время он уделял земледелию и прогулкам по окрестностям. Он любил проводить время в лесу, наслаждаясь его тишиной и красотой природы. Однажды, когда Анатолий прогуливался по лесу, он наткнулся на нечто необычное. Недалеко от него лежал огромный медведь, из его тела торчали три стрелы. Рядом с ним стоял маленький медвежонок и плакал, не понимая, почему его мама не двигается и не просыпается. Анатолий был озадачен и испытывал сильное сострадание к маленькому медвежонку. Он осознал, что нужно срочно что-то предпринять, чтобы помочь этим существам. Ему пришла в голову идея связаться со службой спасения, которая могла бы помочь медведям. Не теряя ни секунды, Анатолий снял с себя рюкзак и достал свой мобильный телефон. Позвонив в службу спасения, он рассказал о происшествии и предложил помощь. Он был готов показать им место и даже остаться в лесу до приезда спасателей. Пару часов спустя служба спасения прибыла на место. Разведывательная группа выяснила, что медведь был ранен охотниками, его оставили умирать. Спасатели оценили ситуацию и приняли решение о срочной эвакуации животных. Анатолий помогал спасателям приготовить все необходимое для транспортировки медведей и медвежонка. Вместе они осторожно подняли маму и медвежонка на носилки и перенесли их к грузовику. Медведь был слаб и практически не подавал признаков жизни, но Анатолий не терял надежды. Стоило спасателям только уложить маму с медвежонком в специальные клетки в грузовике, как они немедленно отправились в ветеринарную клинику, где профессионалы заботились о раненых животных. Анатолий ехал с ними, неся в себе надежду на их выздоровление. В ветеринарной клинике медведи получили квалифицированную помощь. Раны были обработаны, стрелы были удалены. Врачи ухаживали за медведем и медвежонком и наблюдали за их состоянием. Через некоторое время медведица начала проявлять признаки оживления и выздоровления. Когда наступило время, спасатели решили отпустить семейство обратно в лес, где они смогут продолжить свою жизнь. Анатолий был приглашен на эту особенную церемонию освобождения вместе с другими жителями деревни. Солнечным утром, все жители деревни собрались на опушке леса, чтобы попрощаться с медведями. Спасатели открыли клетки, а мама и медвежонок осторожно вышли на свободу. Медведи немного побродили вокруг, как будто благодарили людей за второй шанс, который им был предоставлен. Анатолий смотрел на них с гордостью и счастьем. Он понимал, что его решительные действия спасли жизнь этих прекрасных существ. Эта история стала для него напоминанием о силе сострадания и необходимости защищать и беречь окружающую природу. С тех пор Анатолий стал еще больше уважать и беречь леса и животных. Он активно принимал участие в экологических проектах, способствуя сохранению дикой природы, вокруг своей деревни. Эта история навсегда осталась в сердце Анатолия и жителей деревни. Он никогда не забудет, как он спас жизнь медведю и медвежонку, и этот опыт помог ему лучше понять, что наша планета нуждается в нашей заботе и любви. Вот такое удивительное видео. А что вы думаете по поводу данной истории, делитесь своим мнением в комментариях. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...